Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Сегодня воскресный день, и в сегодняшний день Церковь предлагает к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы с вами читаем 11 главу стихи с 19 по 26 и стихи с 29 по 30, все тоже 11 главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприни и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллином, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. «Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный духа святаго и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день, и сегодня Церковь предлагает нам отрывок из книги Деяний, 11 глава, стихи с 19 по 26 и с 29 по 30. Здесь мы потихонечку такой, знаете, раскрывается перед нами география распространения христианства, и вот потихонечку, помаленечку мы с вами видим, как расширяется влияние благодати Божьей, расширяется действие Святого Духа за пределы Иерусалима. Уже мы все реже и реже обращаемся к Иерусалиму, для нас открываются какие-то новые территории, Иопия, Кесария, и вот уже мы видим Сирия, сирийские территории, Антиохия. Это нынешняя провинция Атакия, которая находится на востоке Турции, граничащая с Сирией. Раньше это была сирийская территория, сейчас это турецкая территория, спорная территория. Но, так или иначе, именно на этой территории находилась та самая Антиохия, о которой речь идет в сегодняшнем тексте. Итак, что же случилось? Мы помним, что было некое гонение на христиан, в результате которого был побит камнями архидиакон Стефан. Рассеялись после этого гонения многие христиане из Иерусалима, вынуждены были бежать, спасаясь от этого гонения. Возможно, бежали те, у кого была возможность, были какие-то родственники, какие-то сбережения, чтобы покинуть территорию проблемного Иерусалима. И они ушли там, где есть диаспоры, там, где есть возможность закрепиться. И вот после гонения они рассеялись и пришли, прошли куда? До Финикии, Кипра и Антиохии. То есть мы видим, география расширяется. До Антиохии не нашли. Но при всем при этом они никому не проповедовали слово, кроме иудеев. То есть мы видим еще вот эту вот какую-то внутреннюю замкнутость христианской общины, который попытался разрушить апостол Петр и наткнулся на довольно-таки серьезное сопротивление со стороны иудеев из Иерусалима, которым не очень понравилось, что апостол Петр садился, общался с язычниками, пускай формальными язычниками, но все-таки язычниками. То есть он нарушил вот эти вот заповеди Моисеевы, и это многим не нравилось. Этот конфликт мы будем наблюдать с вами на протяжении всего священного Писания. Мы увидим, как конфликтовали вот эти вот лжебрадья, как их потом назовет апостол Павел, с языкох христианами, с теми, кто принял благодать Святого Духа и препятствовал к принятию благодати Святого Духа людям из язычников бывших. И вот видим, что идут рассеившиеся из Иерусалима, проповедуют только иудеям. «Были же некоторые из них, киприни и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам», то есть язычникам, «благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Важный аспект, говорящий нам о том, что была рука Господня на них. И благодать снизошла на вот этих язычников-эллинов, которым проповедовали бежавшие из Иерусалима христиане. И дошел слух Асем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Варнаву отправляют, как некого такого ревизора, который должен посмотреть, что же там происходит. Действительно благодать снизошла или это какая-то прелесть духовная у людей. И Варнава отправляется в Антиохию. И прибыв, он увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Да, вот смотрите, качество — это добрый, исполненный благодати Духа Святого и веры. И это позволило им, вот ему расширить свое сердце. Апостол Павел потом будет в послании к коринфянам говорить, что вот вы все коринфяны, вот для всех, для вас в моем сердце есть место, а для меня одного в вашем сердце не нашлось места. Вот это расширенное сердце благодатью Святого Духа, любовью, оно позволяет принять вот это новое, это кардинально новое, принять новые отношения, отношения, построенные на доверии и любви, да, между людьми. И он видит, что действительно благодать снизошла на этих эллинов из Антиохии, и возрадовался об этом, и утверждал их своим словом. Не говорил он им, что они должны обрезаться, соблюдать весь закон Моисея и так далее. Нет, он говорил, что они должны держаться того, что приняли, благодати Божией. И приложилось довольно народу к Господу. Потом Варнава отправился в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Варнава помнит Павла из Тарса, потому что они в Иерусалим вместе пришли из Дамаска. Павел проповедовал в Иерусалиме Варнава, помнит его проповеди, помнит, что они были действенны, но его опять захотели уничтожить, убить, и его, так сказать, от греха подальше отправили обратно в Тарс, на его родину. И вот, находясь в Антиохии, Варнава вспоминает о вот таком действительно искреннем проповеднике, как Савл, и отправляется за ним в Тарс и, найдя его, приводит в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, учеников в Антиохии, и в первый раз стали называться христианами. Первое такое прозвище получают христиане как христиане именно в Антиохии, это родина христианства. Действительно, там началась проповедь апостола Павла, и для христиан эта территория, это Антиохия, значит очень много. Но, к сожалению, сегодня этого древнего города практически не существует, там какой-то пустырь, развалины, ну, раскопки, естественно, но этого города, к сожалению, уже нет, в отличие, например, от Дамаска, который сохранился и никогда не прекращал свое бытие. То есть, если развалины Каинфы у нас есть, то развалины Тнеохии практически нет. Там чисто гипотетическое какое-то место, что здесь был вот такой древний город. И здесь же мы видим, что было принято учениками, положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам, через Варнаву и Савла. Вот эта традиция помогать святым, помогать христианам в Иерусалиме, она берет свое начало как раз-таки вот из антиохийского христианства, что они поняли, что совсем туго живется в Иерусалиме христианам, им нужна помощь. И эту помощь обеспечивают им как раз-таки уже языко-христианские общины, о чем апостол Павел неоднократно будет говорить в своих посланиях, собирая вот эту вот посильную помощь людям, оказавшихся в трудном положении, социальном, финансовом положении в Иерусалиме. Но об этом будем читать уже с вами дальше. А сейчас, дорогие братья и сестры, наша задача — это молитва, наша задача — пасхальная радость, не унывать и радоваться о Господе. Поэтому будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!